Добрый вечер и о главном. Добрый вечер и о главном. Добрый вечер и о главном. Новым костюмам не хватило цвета. Вы удивитесь, как ярко может быть. И еще в субботнем выпуске «Мое сердце», как и миллиарды других пользователей на планете, остановилось. Кто же сломал Инстаграм? О спорт и мир, так говорил основатель современного олимпийского движения. Это что касается содержания. А вот форма. Костюмчик должен сидеть, даже спортивный. На этой неделе презентовали форум у белорусских атлетов на вторых европейских играх. Пусть не олимпиада, но для многих ступенька на пьедестал Токио. Мы не станем рассматривать орнаменты и узоры, их было кому оценить. А узнаем у самих спортсменов, великих и очень великих, что чувствуют, надевая костюмы с гербом страны. И той, которой больше нет. Анна Пыш. История побед начинается с вешалки. Спустя семь лет после Великой Отечественной им было, конечно, недомодных тенденций. Сдержанные парадные костюмы и четыре буквы, которые-то и станут фирменным знаком сборной Советского Союза, на том, что сейчас, наверняка бы назвали свитшотом. В журнале «Бурда» не напишут, но именно в 50-е появился предмет одежды, ставший культовым. Олимпийка. Пройдет четыре года, записи станут цветными, да и парадная форма веселее. Чем дальше, тем более развитым будет становиться социализм, и тем более модными советские появления на Олимпийском дефиле. Вот мутуновые шубы на Играх 72-го, видно плохо, но все же. А вот и вовсе едва заметное на видео 76-го, но наделавшее много шума, появление советских атлетов в шубах из сурка с роскошными и лисиями партнеками. Мода будет капризничать дальше, но синий спортивный костюм и красная майка, кажется, уже навсегда закрепятся за сборной огромной страны. Узнаю. Вот она и есть. Вот я и говорил, что вот та форма была очень качественная, сборная советская, они были сделаны из натуральных материалов, и вот майки и костюмы были сделаны чисто шестяные. Поэтому, если только их куда-нибудь положить, так сразу добирается до них моль. Собственно, поэтому майка единственное, что осталось от формы первого белорусского олимпийского чемпиона. Он взглянет на фото из Римы 60-го, герб страны, которой больше нет, и, кажется, на щеке что-то заблестело. Мы ее носили, и когда мы ее носили, мы ее гордили. Действительно, был такой патриотизм, он выражался в форме. При средней советской зарплате в 120 рублей за такую же цену можно было купить хороший импортный спортивный костюм. Адидас из-под полы стоил в два раза дороже, а за четыре буквы советской нашивки просили 500 рублей. И по очень большому блату. Правда, что иностранцы так хотели себе эту форму, что две своих давали взамен на один комплект? Однозначно. Предлагали, а у нас не было ее много, понимаете. Вот в то время давали один костюм, чего-либо. Но вы менялись? Ну, были, но только не на костюм. На майке менялись. Иностранцы его и за нами гонялись за форму. А еще крали значки мастера спорта СССР. В общем, как ни крути, самой стойкой оказалась олимпийская медаль. Таких медалей нет. Суверенная Беларусь к играм готовилась не менее тщательно. В 90-х и нулевых белорусов одевали иностранные модельеры. В общем-то, впервые олимпийскую форму белорусам пошили белорусы только в 2012-м. Лондон, Сочи, Рио и Пхенчхан. Чем дальше, тем более ярко это было во всех смыслах. Олимпиада начинается с открытия, да, и это, наверное, лицо страны, лицо каждого спортсмена. Это именно олимпийская форма и не секрет. Всем командам становится интересно, что же нового придумали, какая же она. Становится она в процессе вторая кожа. Конечно, мы рассматриваем, естественно, особенно, я не знаю уже, как мальчики относятся к этому, но девочкам очень интересно, какая будет форма, каких цветов. На этой олимпиаде я знаю, что менялись, и даже я одну футболку подарила свою с надписью «Беларусь», но, правда, подарила, не поменяла. Чисто женский взгляд на форму сборной Беларуси как? Ну, в этом году нам очень понравилась форма. Вот на мне как раз вот эта куртка. Девочки из других команд подходили и говорили, нам очень нравится ваша экипировка. К слову, для простуженной чемпионки олимпийская куртка – настоящее спасение. Игры европейские, пусть и не олимпиада, но страна-хозяйка готовится не меньше, чем если бы атлеты ехали в Минск со всего света. Президент оценивает все 19 комплектов. Вывод – это должно быть ярко, как можно более ярко. Здесь свет более-менее, ну вот смотри, этот цвет, и вот смотри у нее. Я говорю о насыщенности, о яркости этого цвета. А это как-то блекло, понимаешь? Вот сразу вешай перед собой эту форму на манекен, и смотри. Это можно взять за образец по яркости, по четкости. Кстати, все, что сшито, должно быть продано. Разработчики обещают демократичные цены. В магазинах типа ЦУМа форма появится не впервые. Вот именно с таким звуком разбирали олимпийские шапки игр в Пхенчхане. Всего здесь продали тысячу единиц из олимпийской капсулы. Потому что изделия действительно, они были сделаны с душой, можно так сказать. На складе есть что ли? Сейчас ничего нет вообще. То есть мы продались под ноги. В ЦУМе готовы принимать новую европартию. И тоже ждут яркости, которые недостают в повседневном ассортименте. То, что спортивная форма может и должна быть в Ирви-классе, подтвердят в любом тренажерном зале. В царстве серого и холодного металла. Заглянув в один, мы даже не представляли, насколько ярко это может быть. Мой день строится так. Я прихожу на работу, открываю шкаф и думаю, и что бы это такого красочного мне сегодня надеть. У меня на работе даже друзья, коллеги иногда прикалываются на тему того, что если Лола два дня подряд в одном и том же комплекте, значит что-то явно случилось. На самом деле чистая психология. Чем ярче, тем увереннее в себе. Да, быть заметным непросто. Все же будут смотреть. Но между серой мышкой и белой вороной выбор кажется очевиден. По крайней мере, в психологии победителя. Анна Пыш, Дмитрий Буй, наши новости, субботний выпуск. О том, что пиар с негативным оттенком не нужен никому, говорили буквально накануне. И в нашей стране президент на полигоне войск ВВС и ПВО оценил новинки отечественного военпрома. И объяснил, почему мирная Беларусь такое внимание уделяет производству оружия. Причем Александр Лукашенко отметил, что эта информация в первую очередь не для военных, они и так все понимают, а для журналистов, от которых и зависит, как эту идеологию поймут в обществе. На этом полигоне люди в форме собрались не для того, чтобы кому-то угрожать, подчеркнул президент. Это обычная практика для любого государства. Заботиться о своей независимости, армия и вооружение – важная составляющая суверенитета. Мы вынуждены были создавать силы специальных операций, вы помните. Мы поняли, что фронт на фронт нигде воевать не будет, нужно высокоточное оружие. И мной была поставлена задача, чтобы мы приступили к разработке новых образцов оружия, нужных для обороны Беларуси. И поскольку создание нового – это очень затратно и дорого, да и не нужно, нам надо было из старого сделать самое современное. Мы не собираемся воевать за три земель. Нам надо защитить Беларусь. И под это надо создавать самую современную армию и соответствующее вооружение. Почему наше вооружение? Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. Детально ознакомившись с передовыми разработками отечественных военно-промышленных компаний, боевыми машинами, беспилотниками и стрелковым оружием, глава государства призвал генералов не снижать темп работы, совершенствуя как технику, так и навыки солдат и офицеров. Национальная безопасность и факторы, которые ее обеспечивают. Не демонстрация наступательной мощи, а способность Беларуси защитить свою территорию. Эти темы станут главными в итоговой программе «Контуры». К воскресному эфиру журналиста ОНТ готовят репортажи из Минска, Брюсселя, обстоятельные интервью и мнения компетентных экспертов. Не пропустите «Контуры» завтра в 8 вечера. Грани обороны. Государственный военно-промышленный комитет показал все лучшее из отечественного. Поставили новую систему управления огнем. Зачем нам необходимо разрабатывать и модернизировать свое? Независимость в производстве и модернизации для любой страны вопрос номер один. И чем оборонка может гордиться? Больше напоминающее оружие из «Звездных войн». Для чего оно? Рассказываем и показываем. Недвижимость на колесах. Подпертый кирпичок отсутствует. Стихтор, да. Стихтор, да. Что делать, если во дворе автомобиль? Да, да, есть стоять подолгу даже годами. Который месяцами никуда не едет. Колеса спущены, кузов коррозии. Кто за него в ответе? Вам, как собственнику транспортного средства, придет уведомление. А кто может неплохо заработать? Элементы доверия. Рейтинг милиции – это, по сути, рейтинг доверия власти. Как борются с преступностью в городах и на селе? Нам важно раскрыть каждое преступление. Почему особую гордость министр испытывает в отношении уголовного розыска? Они очень незаметно делают очень заметную работу. И что сейчас в его папке для доклада? Да нет, тут никакого секрета нет. Игорь Шуневич. Обстоятельный разговор о правопорядке. В контурах. В воскресенье. Восемь вечера. Не зря ведь говорят, военные всегда на передовой. Вот в последнее время у всех на слуху большие мосты, зачастую в трагических обстоятельствах. А что, если это не ключевая магистраль и переправа нужна не большим городам, а всего-то десяти деревенским бабушкам? Да и надо им не огромный объект из бетона и стали, а всего-то небольшой деревянный. Только бы скорая до автолавка прошли. И таких ситуаций у нас в стране даже больше, чем стройк века. Малые мосты и судьбы тех, кто от них зависит. В репортаже Константина Степанца. Ну новый мост-то в радость. Ну конечно, о чем вы говорите. Мы за грибами ходим, за ягодами. Ну видите, таких грибов забрали просто. А если бы что через Любчу их везли, в Делятище? Мы не поехали через Любчу. То есть вообще в грибы бы и не пошли? Конечно, о чем вы говорите. Шкрух який, ноги болят, старые люди. И ничего, что с виду не казист. Главный эффект мост возле деревни Делятище на самом деле для ее жителей не настолько критичен. Потому что отсюда до Любчи по прямой, по асфальту всего километров пять. Зато вот там вот, за лесом, на другой стороне находится деревня Набережная. Так вот для нее этот мост настоящая дорога жизни. Объезд километров 30, да по таким дорогам, что пройдет только джип. Понятно, что подобное транспортное средство найдется не у каждой 90-летней бабушки. Грибники дают историческую справку. Уместная переправа через Энеман претерпевала метаморфозы самые разные. Паром и потом понтонный мост, который в конце концов унесло паводкам. И предшественник нынешнего моста. Примерно такой же. Правда, строила МЧС. И он не развалился. И он не развалился. В принципе, можно было ездить. Да. Нужно с опаской, потому что дырки были. От нового моста до деревни Набережная дорога тоже не премиум класса. Что уж говорить про объездную. Прописано здесь всего-то человек 10. И была вероятность, что Набережная вовсе вымрет, как многие. Однако ж еще прошлый мост некоторую жизнь в деревню вдохнул. Потянулись дачники. Теперь вот новый импульс. Максимальная нагрузка 30 тонн. Срок эксплуатации 15 лет. Покупают эти вот у нас дома. Здесь, видите, у нас такая природа хорошая. То есть, в принципе, с новым мостом какая-то новая жизнь в этой деревне начнется. В деревне Панимонь получилась вообще интересная ситуация. Номинально в ней прописано около 50 жителей. На деле с дачниками, конечно, намного больше. Так вот, половина живет на той стороне, а половина на этой. До недавнего времени из путей сообщения только старый мост. В каком он был состоянии, можно судить по его остаткам. Ходить можно было только пешком, да и то не дыша и на цыпочках. Поначалу часть деревни, что с той и дальней стороны, нам казалось и вовсе заброшенной. И чего сюда дорогу прокладывать-то? Однако ж вскоре выяснилось, что причина стандартная. Пришла автолавка. Половина деревни там, половина сям. Как вы встречались? Все, что на велосипеде ездили. А на машине? Как я на машине проеду? А скорая? Ну, это проблемы. Это были проблемы. И сколько с такими проблемами жили-то? Два года. Этот не такой уж и маленький, 74 метра, открыли совсем недавно. Так что еще даже не все знают, что проезд таки есть. Сегодня там знака нету, я побоялся. Спросил у людей. Они сказали, что ходят и краны, и тому подобное. Но обратно уже по мосту поедете? Да, обратно поедете. Я уже спросил, поеду обратно по мосту. Мост в деревне Панимонино на Новогрудчине был завершен 21 сентября. А уже 24-го строительный взвод, который занимался его возведением, оказался здесь, в Осиповичском районе, в деревне Крынка. И возводят новый объект через реку Птич. Здесь находится представитель Осиповичского ЖКХ, который, собственно, и согласовывал с Минобороны возведение этого объекта. Сергей Владимирович, что тут сложилась за ситуация? После того, как произошло обрушение двух пролетов совсем недавно, мы были вынуждены обратиться на Министерство обороны. Быстро согласилось Министерство обороны? Ну, как только закончили они в других районах работы по строительству мостов, они сразу же приступили к строительству нашего моста. Области разные, а проблемы похожие. Когда старый мост через Птич обветшал, часть деревни Крынка оказалась отрезанной от цивилизации. Да и сейчас присоединена лишь частично. К той же сегодняшней автолавке переправляются на спецтранспорте МЧС. Так, на эту мы не садимся, она примерно там. Вы уже эту лодку знаете. Вы знаете, мы же с ней дружим, только нас уже на весах перевозят. Говорят, новый нужен был не только потому, что старый обветшал, не счастливый он был. Ну, тот мост был построен, собственно говоря, на костях молодого человека, которому было 33, что ли? 36 лет. Вот. И шел коров в колхозных дач. Стоит. Стоит. Новый, вне всякого сомнения, счастливый мост возводят по стандартной технологии, которая обкатана десятилетиями. В руках у солдат не только топоры да лопаты. Серьезная спецтехника. Все по науке. К примеру, грузоподъемность напрямую зависит от того, с какой скоростью свая вбивается в грунт. Чем медленнее, тем надежнее выйдет по итогу. Не менее 2,5 метра. Для каждой нагрузки есть свой определенный отказ. Это от 2 сантиметров для пропуска танка до 8 сантиметров для обычной пропуска, как пожарных машин и грузовых машин. Это подразделение возводит по 4-5 мостов в год. И в вооруженных силах оно не одно такое. Конструкция типовая, а вот деревни и судьбы их жителей разные. Тем не менее, во всех без исключения местах строительства наблюдается подлинное единство армии и народа. Местное население очень помогает, так как они считают солдатику своими сыновьями. Понимаете, помогают всем. Открыть движение по мосту в Крынке собираются уже в 20-х числах. Но событие-то, скорее всего, широко освещаться не будет. В отличие от жидковического моста, который с прошлой зимы довольно часто мелькает в новостных хрониках. Вроде как бы мелочь, а вот тогда вот поначалу декабря, когда это все, как закрыли мост, такое ощущение, что мы как отрезаны от жизни. Как-то так вот. Объезд же тоже ближайший 150 километров. На этой неделе на мосту клали асфальт. Это означает, что открытие не за горами. Вот об этом точно все и напишут, и покажут. В конце концов, не важно, по какому мосту, малому или большому. Главное, чтобы скорая и автолавка доехали. Константин Степанец, Надежда Завиновская, Максим Вечерков. Наши новости. Субботний выпуск. А вот город Осиповичи в железной дороге буквально обязан рождением. Один из крупнейших железнодорожных узлов в стране – центр промышленного района. Есть здесь и свои семь чудес. И даже, как нам показалось, практически космическое производство. Смотрите сами. Субтитры создавал DimaTorzok Павел Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Паровоз именно с него начинался железнодорожный транспорт. И в 19 веке это был основной перевозчик грузов. И именно благодаря Львово-Роминской железной дороге, которая пролегала через эти места, небольшая деревня Осиповичи разрослась до целого города. У вас ведь и на гербе тоже паровоз. Да, так исторически сложилось, что тот символ, который зародил наш город, он и является сейчас нашим основным и на гербе. После Оршанского Осиповичский дорожный узел является кручнейшим в республике. Во все направления можно уехать с нашего прекрасного вокзала и города. И, кстати, георгическое прошлое, ведь именно с этими местами связана история самой крупной диверсии времен Второй мировой. Так случилось, что спланированная операция смогла подкараулить на железнодорожном узле сразу скопившиеся четыре эшелона с живой силой, топливом и новейшими танками «Тигр». И вот поставлена магнитная мина Федором Крыловичем, сработала и привела к такому громкому делу. Похоже на строительство ступени космического корабля, но нет. Здесь производят контейнер-цистерны. Так исторически сложилось, что Осиповичский район является промышленным. Более 70% в объеме выручки продукции занимает продукция машиностроения. Осиповичский завод транспортного машиностроения насчитывает 270 работающих. Объемы производства растут. До конца года планируется выпуск вагон-платформ более 400. Есть заказы на 2019 год. Признанный банкротом стеклозавод Фьеризова, по сути, начал новую жизнь и теперь строит грандиозный план на будущее. Новая жизнь Фьеризовского стеклозавода началась 10 мая 2018 года. Основная продукция является завода. Это стеклянная банка и прозрачная бутылка. Совершенно полярные клиенты, потребители. То есть производители алкогольной продукции и детского питания. Подходы к ним разные? Разные. В том смысле даже в объемах производства. Бутылки производятся в месяц порядка миллиона, а вот банок производится порядка трех с половиной. Если говорить о конкуренции с российскими фирмами, вот эта разница в цене на энергоресурсы, как удается обойти? Заводам были получены преференции еще в стадии процедуры банкротства, которая позволяет конкурировать. Им снижены цены на тысячу кубов газа, и они составляют где-то порядка 184 долларов. Это значительно повысило конкурентоспособность предприятия на рынке, но и позволяет вам выживать в дальнейшем. Рельефа местности обусловленного возведения здесь в советские годы гидроэлектростанции не самая крупная в Беларуси, тем не менее эффект свой есть. 10% всей потребленной электроэнергии в районе производится здесь. Значительное снижение себестоимости производства электроэнергии здесь достигнуто на уровне 4 копеек за 1 киловатт в час. А если говорить о запасе прочности, на сколько лет это было еще? После проведения обследования, как минимум еще 30 лет, техническая возможность производить электроэнергию безопасную. Ты еще и водохранилище – излюбленное место для любителей активного отдыха и рыбалки. Да, создание станции создало водную гладь площадью 1100 квадратных метров, что позволило успешно здесь разместить в прибрежной зоне как рыбацкие мостики, так и базы отдыха некоторых предприятий, в том числе и городской пляж. Это саженцы готовы к продаже? Да. Сколько им? Два года. С момента высивая семечки, этот лесопосадочный материал, готов для того, чтобы его вывезли и высадили в теганки в лесу. И плюс еще 80 лет необходимо для того, чтобы оно превратилось в деловую древесину. В леса прилетает еще и охотников. Немного регионов республики могут похвастаться о том, что у нас можно осуществить охоту даже на зубы. Восстеповичах было хорошо. И вот почему Минск зачастую смотрит на регионы свысока, хотя этому есть простое, весьма логичное объяснение. Новый столичный небоскреб стал самым высоким жилым домом в стране. Жилой комплекс на перекрестке проспекта Победителей и улицы Нарочанской, правда, введут его в эксплуатацию только в сентябре 2020 года. Дорос до 37 этажа, это рекорд Беларуси. Больше этажей пока нет ни в одном здании. До сих пор лидерство держал парус, у него 34 этажа. При этом новый комплекс не станет самым высоким зданием Беларуси. 33-этажный бизнес-центр у станции метро Немига. На метр выше, сразу оговорюсь, мы не учитывали технические надстройки на крыше и шпиле. Все это, конечно, прибавляет высоткам роста. И рейтинг с учетом этих данных вы видите на экране. А вот миллионам людей по всему миру на этой неделе было не до смеха. Я серьезно. Кто-то сломал Инстаграм. Точнее, в популярной сети произошел глобальный сбой. Чем же заняться в свободное время? Часы, а то и минуты для многих показались вечностью. Проблемы устранили, но пользователи уже задаются вопросом о будущем после ухода из компании создателей сервиса. А между тем, там свой огромный мир. И мы решили взглянуть, как все устроено. Одним глазком. Привет, Инстамир. Если сейчас вас что-то удивляет, скорее всего, вы не пользователь Инстаграм и не смотрите ежедневные истории множества аккаунтов. Тогда перейдем на более привычный телеэфироформат. И я расскажу вам немного о том, что вы упускаете. В этом сервисе сейчас миллиард сто миллионов аккаунтов. А начиналось все, по сути, с открытого фотоальбома. Сегодня в Инстаграм создают тренды, раскручивают бизнес и следят за новостями звезд, блогеров и политиков. Многие компании, бренды и предприниматели смекнули, что в Инстаграм можно раскрутиться за небольшие деньги. От пяти долларов в сутки за продвижение одного поста. При этом за прошлый год сервис заработал на рекламе почти 3 миллиарда долларов. Однако и это едва ли сопоставимо с тем, сколько на рекламе в Инстаграм зарабатывают популярные пользователи. Я убеждена, что можно зарабатывать и в Инстаграм, и, конечно же, в Беларуси тоже это можно сделать. Все зависит от ваших рвений и умений. Можно зарабатывать как и на рекламе каких-то продуктов, услуг и товаров. Также можно и косвенно зарабатывать в Инстаграме. У нас рекламный пост в основном стоит от 30 до 250 долларов. А вот реклама в аккаунте с миллионом подписчиков, в Беларусь таких почти нет, обойдется тысяч в 7 долларов. Кто-то, например, как Вера Брежнева, у которой подписчиков, как у американского президента, принципиально ничего, кроме творчества, не продает. А вот в тех же Штатах на одной фотографии с рекламным описанием некоторые умудряются сделать миллион долларов. Но предприимчивые дельцы нашли способ делать деньги даже не на рекламе, а на желании жить красиво. Запретить, как мы знаем, этого нельзя, но получается далеко не у всех. Фотографии с пышными букетами особенно популярны в празднике. Недорого и сразу с доставкой. Или без. Хочется снимок в частном самолете? Ничего сложного. Правда, улететь на таком не получится. Зато подписчики оценят. Немного повседневной роскоши? Пожалуйста. В ход идут коробки от новых гаджетов. Такая сейчас самая ходовая. Говорят, на упаковке некоторые умудряются даже отбить стоимость покупки. Я абсолютно искренне полагаю, что осень – это самое лучшее время, чтобы сойти с ума. Я гангстарь. Дальше нас ждут дожди и туманы. Если есть желание сразу стать популярным в сети, можно даже купить уже чей-то раскрученный аккаунт. Новый владелец просто меняет имя, опубликует все, что захочет. Так было, по крайней мере, совсем недавно. Только вот останется ли сервис таковым? Основатели мессенджера WhatsApp в апреле покинули компанию, также принадлежащую Facebook, из-за разногласий в способах монетизации. Не сошелся в планах по развитию сервиса Марк Цукерберг и с создателями Instagram. Те, по слухам, настаивали на независимой политике и простоте. А сетевой гигант навязывает дополнительную безопасность и новые платные функции. Так или иначе, ответственный за будущее сервиса теперь бывший вице-президент Instagram, который еще раньше отвечал за новостную ленту Facebook. Так что есть все основания полагать, что эти два продукта будут все больше взаимно интегрированы. Понравится ли такое пользователям? Увидим по активности в ленте. Пока же в Instagram мало разговоров о возможных проблемах. Все эмоции легко скрыть за маской. Помните нашумевшую белорусскую разработку «Маскарад»? К слову, полтора года назад это приложение тоже выкупил Facebook. Наталья Стельма, Геннадий Челей. Наши новости, субботний выпуск. Да, при всех видимых достоинствах предполагалось, что интернет поможет человечеству стать на новую ступень эволюции. Но вот что-то не случилось. Самое время проверить количество лайков или лучше перечитать «Войну и мир». Первое точно быстрее. Хотя это как посмотреть. И прежде чем мы распрощаемся на сегодня, отниму у вас еще минуту. В связи с серьезной модернизацией главной студии новостей ОНТМ нам предстоит сменить локацию. Временно. Мы перемещаемся в компактную, но абсолютно новую студию, оснащенную по последнему слову техникой, без преувеличения одной из самых технологичных в стране. Перемены же всегда к лучшему. Изменится оформление, но неизменным остается главное – интересное и яркое содержание субботнего выпуска. Все то, что мы любим. И не успеете оглянуться, а мы уже вернемся в привычные интерьеры, но в новом качестве. После обновления студии 300 вы сможете рассмотреть все до мельчайших деталей. Благодаря вещанию в формате высокой четкости. В общем, увидимся в эфире через неделю.